Но сначала вопросы от нашей судейской бригады. Кто решится, кто возьмет на себя ответственность задать вопрос? Артём. Здрасте всем еще раз. Привет, ребята, кого не видел. В общем, наступает Пасха, и я на днях написал ее гимн. Батюшка Сергей, мальчик молодой, ну попрызгай же на нас водой. А какие мысли у вас навеивает Пасха? Причем у меня есть пометка от редактора Черниговской лиги, что все вопросы будут посвящены прошедшей Олимпиаде в Тенчхене. Но это в предыдущей игре, поэтому не важно, абсолютно не важно. Юрий, нам подсказывают, что фотографии будут посвящены Олимпиаде. А, хорошо. Я думал, вопрос от жюри тоже. Ну, все-таки в одной игре играем. Друзья, какие мысли у вас навеивает Пасха? А можно, пожалуйста... Батюшка Сергей, мальчик молодой, ну попрызгай же на нас водой. А какие мысли у вас навеивает Пасха? Яйца святи, домой нас отпусти. А какие мысли у вас навеивает Пасха? Дело-дело, улыбайся, Влад. Ну, схожу в церкву, вдруг поможе. Боюсь, что нет. Можно, пожалуйста, только песню. Батюшка Сергей, мальчик молодой, ну попрызгай же на нас водой. Все, что по воде, это ко мне. А если Иисус по воде тоже к вам? Продолжаем пасхальные тематики церковные. Батюшка Сергей, мальчик молодой, ну побрызгай же на нас водой. Какие мысли у вас навеивает Пасха? Ну и что-то на тебя попало. Вот я смотрю на этого юного человека, а ты говоришь, батюшка Сергей, мальчик молодой. Он сейчас стоял передом, ну, собственно. Какие мысли у вас навеивает Пасха? С вашей погодой не попрыскать, а сосульками убить можно. Спасибо. Дважды два. А какие мысли у вас... Батюшка Сергей, мальчик молодой, ну побрызгай же на нас водой. А какие мысли у вас навеивает Пасха? Давай, просто песню. Включай диктофон. Батюшка Сергей, мальчик молодой, ну побрызгай же на нас водой. Если бы ты знал женскую тоску по мокрому плечу. А если бы это был финал прошлого сезона, то был бы ответ, если бы ты знал женскую тоску по мокрому Андрею Штанько. Чему? Носку. Спасибо. По-моему, нет смысла больше ждать нам ответов, потому что все это получены. Следующий вопрос, который мы видим, точнее, или услышим все-таки. Да попробуем. Да? Хорошо. Ну, учитывая, опять же, такие воспоминания о погоде от одной из команд, то я, обращаясь к народным традициям, хотел бы вспомнить, что сегодня по календарю теплый Алексей. Поэтому, в связи с тем, что теплый Алексей у нас проходит каждый год, в общем-то, практически однообразно, поэтому ко всем командам не стоит ли изменить народные традиции? Спасибо. 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 Теплый Алексей. Теплый Алексей. Мальчик молодой. Горячая Анжела. Согласно народным традициям, сегодня мы отмечаем теплого Алексея. Может, стоит изменить народные традиции? У нас каждый год в Беларуси проходит традиция «Стабильный Александр». Мне так нравится, что в команде «Стоп» наконец-то появились люди, которые подтверждают, что команде 10 лет. А мне бы горяченького. Я надеюсь, ты о еде. И не надо так хлопать рукой этого взрослого дядю. Все ли ответили, кто хотел? Дважды два. Дважды два. И не надо оно вам. Мне же не отмечают теплого Алексея, так что извините. Третий вопрос от жюри. Алексей. Давайте уже три вопроса от жюри, потом Алексей. Я ни при чем, если что. У меня другая проблема, на самом деле. Это Валера по сколивозу. У меня проблема следующая. Ребят, вот сегодняшние украинские дороги напоминают игру в интуицию. Насколько вам было сложно добираться на эту игру? Особенно интересует мнение команды «Стоп» и команды «Диги Бен». Кляки. Как вам? С сегодняшней дороги напоминают игру в интуицию. Насколько вам было сложно добираться на эту игру? Алексей, у меня вопрос. А вы теплый Алексей? Ну, да. Да. Диги Бен. Насколько вам было сложно добираться на эту игру? Слава Богу, что мы из тютюницы вообще выбрались. Спасибо. Рука в синице. Насколько вам было сложно добираться на эту игру? Не сложно. Обидно. Стоп. Алексей, а ты горячий. Ты тоже. Я изо всех сил пытаюсь удержать эту игру в рамках приличий. Алексей. Поэтому давайте договоримся так. Итак, если команда отвечает смешно, жюри не комментирует команду. Стоп. Команда, делай дело. Улыбайся. А насколько вам было сложно добираться на эту игру? Мы добирались на электричке. Это больше похоже на игру престолов. Непонятно, кто доживет до конца. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, у нас вопросы завершились. Ответы. Ответы. Это, кстати, классная тема. Лайфхак. Не отвечают и не захатишься. Поэтому вопросы от жюри завершились. Я попрошу расступиться команды направо и налево. И обратите внимание на экран. Потому что нас ожидают три фото-вопроса. Вам будут демонстрироваться фотографии. И сразу после того, как вы их увидите, можно будет уже и комментировать то, что вы увидели. Итак, фото-вопросы посвящены прошедшей Олимпиаде. Не буду говорить названия. Нет, мне кажется, нужно оставить. Да. Хайпанул на изи. Ну, уже зачет как минимум, потому что избежали имени Алексей. Рука в синице. Походу, у него тоже плохо с интуицией. Не поспоришь. Стоп. Я тоже так могу. Знакомьтесь, холодный Николай. У нас не разрешают давать два смешных ответа подряд. Хорошо. Одному мне показалось, что они сейчас будут целоваться. Это профпривычка. Мне кажется, вам нужно изменить название на что-то как-то связанное с тем, о чем вы шутите. Ваш ответ. Я б даже его поднял. Я так понимаю, смеются, особенно в составе судейской нашей коллегии, те, кто все-таки бывают на некоторых сайтах. И речь сейчас не о типичном Чернигове. Юра, не отвечай, топишь нашу команду. Новый дезодорант Рексона «Ледяная свежесть». Попробуй. Камасутра уже не та. Ну и правильно. Дорогие друзья, есть предложение сменить фотографию на какую-то другую фотографию. Ух ты! Здесь какая-то интрига. А там Семенец тоже в жюри, видите, посрединке. Только молодой почему-то. А можно приблизить жюри? О, боже! Второгодник Максим. Спасибо, Артем. Мы бы не знали, что нам делать с этой бедой. Итак, фотография. Нормальная такая Австралия. Граждан? Нет. Граждан? Э Продолжение следует...